Привет всем неравнодушным к истине и подлинной истории человечества, то есть к нашей с вами истории. Вы на канале Протоцивилизация, с вами Михаил Гейко, и сегодня мы пристально рассмотрим легендарный Иераполь. Памуккале – это крупный туристический центр в Турции, славящийся термальными источниками, температура воды которых достигает 100 градусов по Цельсию и руинами древнего города. Хотя в самом городе находится 17 источников с термальной водой, температурой от 35 до 100 градусов, белые травертины в Памуккале формируются насаждением кальция из одного источника с расходом воды около 500 литров в секунду и температурой 36 градусов. Вода по регулируемому руслу вытекает на склон и опускается с высоты 60-70 метров, постоянно осаждая карбонат кальция в виде мягкого геля в ходе химической реакции. Первые постройки на месте Иераполя появились во втором тысячелетии до нашей эры. Царь Пергама Евмен II в 190 году до нашей эры построил новый город на этом месте и назвал его Иераполис. С греческого переводится как «священный город». Впоследствии Полис сильно пострадал от землетрясения в 17 году нашей эры. Постепенно Иераполис вновь отстраивается, а в 60-е годы первого века приобретает известность в римских аристократических кругах как курорт. Наступает расцвет города. Город сыграет важную роль в распространении христианства. В 1990 году в нем был распят на кресте вниз головой и мучительно погиб один из 12 апостолов – святой Филипп. В 395 году город переходит под управление Византии. В 1097 году Иераполь был передан турецкому султану в качестве военной компенсации. В дальнейшем Полис, наряду с расположенными рядом городами Лаудикеи и Колоссами, является спорной территорией и несколько раз переходит из рук в руки. Окончательно город переходит под власть турок в 1210 году. А в 1354 году мощное фракийское землетрясение окончательно разрушило полузаброшенный город. И что мы здесь видим? Опять история повторяется. То есть в 13-м и 14-м веках здесь погибли все города вообще. Все десятки, если не сотни городов, превратились в лютые осколки, которые в наше время приходится откапывать с большой глубины. Какой, я наглядно покажу в конце этого ролика. А пока давайте рассмотрим сами руины. Значит, стыки у нас как и везде. Несмотря на то, что здесь тоже то, что это бетон придет в голову едва ли разумному человеку, поскольку он имеет все признаки натурального природного камня, многовековых там тысячамиллионолетних отложений, но отложений, значит. И вот стыковка. Она безупречна. Безупречна. Максимально. Здесь вот нет ощущения склейки блоков нигде. Но видно, что только... Он даже муравьишкой не смог пролезть. Не смог пролезть муравьишкой между двумя этими огромными блоками. Блок где-то полтора метра на 80 сантиметров. В глубину еще сантиметров 80. Ну, то есть мы можем говорить спокойно про полтора куба. Это 4 тонны примерно. Вот. Такие куски. Здесь уложены. Многие значительно больше. Вот там... Сверху чуть не упал. Вообще хорошо обработанные элементы до сих пор сохранили гладкие поверхности. Так, вот стена напротив. Четкачем вообще. Я... Деревя, что ли? Ага, спасибо. Да. Ну, это пилка точно. Пилка огромными пилами. И ничем иным. И в труху весь город просто. Здесь вот, видим, уже разложили археологи все. Рассортировали. А вот это выглядит как сохранившаяся, уцелевшая конструкция. Насколько она во земле еще, непонятно. Попробуем найти пол. И везде вот эти, так называемые, боссы на этой стене. Их больше значительно, чем в других местах, которые мы видели. По ним лазили, что ли? Ловкие ребята, римляне. Вот это что? Вот справа. Мне кажется, я знаю, что это. Это работа современных археологов. Вон там раствора. Пять сантиметров между маленькими камушками разрозненными. Что-то они этим хотели нам показать. Но не похоже. Да, согласитесь. Разница просто космическая. Неужели для них это нормально? Или они потом... А, они могут вымазать это все сверху каким-то раствором и нарисовать тоже блоки сверху палкой. Мы так видели уже где-то. Та-да-дам, па-бам. Ну, друзья, могу сказать, что не видно здесь особо следов восстановления. Но, что видно, это то, что на некоторых камнях очень четко просматриваются вот эти выступы такие, как седушки. Да, назовем их условно. А на некоторых их нет вообще. От слова совсем. Вот я стою, например, здесь. У меня целая трибуна без них. Вот это не совсем ясно. Потому что очевидных следов археологической деятельности я здесь не вижу пока. Этот амфитеатр значительно глубже, чем те, что мы видели раньше. Значительно глубже. Соответственно, вот эти точно лесенки мы видели в селге. Дальше можно было по ним подниматься. Да, и создается впечатление, что амфитеатры в селге, они обломаны просто. Вот половина вот этого отсутствует. Вон, ребята, там меня пытаются вызвать по экстренной связи. Пойду узнаю, что. Мам, вот сейчас сверху разговаривал. Я вот здесь отлично слышал. Прием, пожалуйста. Это так вот просто на секундочку остановочка, чтобы показать уровень всего. Всего, что здесь есть. При этом блоки, они не стандартизированного размера. Вообще разные, но очень четкое прилегание. Вообще просто топчик, как говорится сейчас. О, и какая-то левая греческая надпись. Все, я уже не сомневаюсь в их совершенно непричастности к самой постройке. Ну как вы, друзья? А вы заметили, что он гораздо глубже, чем все амфитеатры, которые мы видели до сих пор? Потому что в селге были вот такие же лесенки, да? Но было буквально 10 рядов. Да. Значит, чем отличается? Нету на лесенках этих... Да. Декора ножек. Вот эти. Лесенки уже гораздо. Не сквозные, то есть все те... Они уходят внутрь. Заход, да, и все. То есть нету вот такого движения внутри. То есть ни вот здесь нету, ничего нету. Ага. На верхнем ярусе написано очень старыми буквами, прям старыми, крупными. Буквами, там Y, C, 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 да. И вот та тетка с Татой Свободой мне очень нравится с головой. Где Татой Свободой? Вот, на барельефе. Если сильно-сильно увеличить... А, вот это с шипами? Да. А-а-а, ну-ка давай, Бомбаниум. Действительно, Статуя Свободы. Может, и навтыкали этих шипов веселые археологи? Может, я тоже не понимаю, я пофоткала поближе, может, там не понятно, да. А вон колонны эти спиралевидные здесь тоже, смотри. Плюс посмотрели, ну, как бы, мы станем... Возможно, что вот это вот ложе, оно здесь сонародное. А-а-а, здесь ложи есть? Да. Такого... Ну, не так. Да. Такого ложи мы не видели еще. Да, ничего такого не было. Ага, что-то с ним не то, согласен. Хотя бы камень другой, да? Да. Нет, может быть, оно, конечно, специально из другого камня. Ну, оно, оно того же времени изготовления, что вот эти вторичные маленькие ступеньки. То есть, видишь, его вписали между двумя ступеньками. Ага. Ладно. Причем вот этот, вот тут вот есть ряд ступенек, единственный, кстати, в этом верхнем ярусе, который просто видишь, упирает вот эту шкупу. А-а-а. Стой, знаешь, что я скажу про этот ряд? А ты пойди на него сядь, посмотри, там, какая маленькая сидушечка. Маленькая сидушечка, маленькая сидушечка. Нету ни спинки, это не спинка, это, скорее всего, часть какой-то беседки сюда просто воткнули. Потому что это не для сидения. Вот те сидения, помните, наверху, которые мы видели в силге хотя бы, они удобные. Прям реально удобные. А это нет, это не сидение. Это декоративный элемент в поясницу. Да, притащили, собрали. То есть, я просто сейчас шел, говорил, что я не вижу особых археологических работ, а вот из вашей точки я вижу их гораздо больше. То есть, я вижу, что вот весь тот ряд, который как раз я по нему спускался, и говорил, что странно, что нет вот этих под сидушки, да, вымок. На одном есть, а на другом нет. Нет, а вот отсюда четко видно, что он весь восстановленный, конечно. Да. Ну, красиво, монументально. Колонны, вон, смотри. Нет, это собирали, конечно. Это все было разобранное в хлам вообще, я думаю. Вон, там половина искусственных материалов. Да. Это точно так же, как в этом. Ой, последнее, с чем у вас было? Фонтан этот гигантский. Ага. Смотри, верхушка такая же, абсолютно. Ее тоже собрали. Да, да. И точно так же. Фонтан пусти здесь. А древний натый, ты на греческом, я не понял, или на римском, на латыни? Это не латынский. В латыни нет таких букв. Пси? Ну, в натуре, кстати, пси в греческом нет. Покажешь? Или хотя бы рукой махни, где она? Кого? Ага. Ну, затертость тоже штука такая. Знаете, что мне больше всего, кажется, отличает его? Здесь огромные блоки. По сравнению с теми, которые мы видели, смотрите, какие. Да. Смотри, вот это три метра. Я сфоткала тоже его. Да, и наверху три метра. Три куба блок. Смотри, они соединены друг с другом металюги. Металюгой? А, вот, иди сюда. Рили металюга. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Чтобы не упало. Железо. Железо. Свинец. И что-то я не вижу здесь археологического воздействия на этом куске. Хотя... Смотри, с этой стороны он даже по другому цепляется. Если там просто плоская... А здесь, видишь, с уголочком и пошло туда. Да-да-да. Да, пожалуйста. Так, вот металюга, смотри. Вот же они, вот они эти буквы. Да, это исписано, а это исписано в другую сторону уже. Правильно или нет? Да, это писалось вот так. Зет. Нет же такой зет в греческом. Это N-O. Да. Да. Вот прикольно. Металюшка вот так. А, тогда это может быть восстановлено. И металюшка может быть восстановлена. Но это уже, типа, собирали. Да, потому что вот это не оригинальный. Да, ну, видно, что эти поребрики, они откуда-то приставные. А еще уровень завален, так как написано. Завален. И нижний тоже? Вон, видишь, как было, грубо говоря, да? Вот. Ага. Это неродная какая-то здесь штука должна была быть дальше. Ага. То есть, это неродное. Все неродное. Ого, слушай, а там какой тоннель вообще. Да, я немножко заснял его, да. И сюда ничего не продолжается. Да, ну, слушай, очень четкие стыки. Рома подтвердил, что это натуральнейший мрамор вообще. Из возможных. Ну, это видно, да? Вот эти все. Нет, нет, нет. Все, про что он говорит, оно здесь есть. Но этот блок, он тоже не отсюда. Единственное, знаешь, что я тебе скажу? В который я видел, там все блоки устанавливаются вот так. То есть, везде рисунок горизонтальный этот идет. Я думаю, что эта металлическая стяжка, она поздняя. Это что, это уже реставрация какая-то. Вот это представляли? Я говорю, но тут вот немножко не сходится. О, смотри, какой огромный зараза. Ну-ка сядь. Я вам повелитель шешный. Вот я вам только что показывал кладку там внизу, древнюю, там, римскую. А вот кладка современная. Турецкая. Чувствительная разница, да? Вот еще текста. Текста, 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 текста. Ну, не факт, что они, конечно, все реальные. В полном объеме. Вот здесь очень хорошо видно, поскольку история датируется больше трех... Сколько? Двух или трех тысяч лет? Это... Ну, хорошо. Две тысячи лет до нашей эры. Четыре тысячи лет. Как четыре тысячи лет? Ну, якобы, основное здесь было построено. Если история нам датирует это место старше двух тысяч лет, почему мы не видим здесь совершенно культурного слоя? Если взять наши города какие-нибудь, Новгород, Москву, Санкт-Петербург, за сто-двести лет нам говорят, что сколько метров за сто лет. Ну, почему здесь мы не видим двадцати метров? Ну, пусть люди ушли там тысяч лет назад, ну, хотя бы пять-десять метров должно быть. Почему мы здесь этого не видим? Почему здесь нет культурного слоя? Да, мы уже знаем. Ты имеешь в виду, что вот эта дорога там, да? Эта дорога, да. Ну, вот ее откопали сколько вот? Ну, вот здесь двадцать-тридцать сантиметров. Не больше. Я дойду, посмотрю. Относительно теории. Дорога, согласись, она узкая, дальше некуда. Узкая. Две лошади с обозами не разойдутся. Да, а как ты будешь вот эти самые блоки по этой самой дороге подвозить? Вот, соответственно, говорю, да, дорога была именно для гуляющего пешехода, но не для всего остального. Согласен. Как строить дома вот эти? Ну, либо разом это надо вначале без людей построить такой полет, да? Потому что, ну, вы понимаете, да, то есть мы решили здесь построить полет. Мы не построили, а считай, что это делали, да? Мы построили, мы уже не делали, и все, и все, и все, и все. А так, чтобы застроить, да, уже не нужно. Рома, а это не дорога, это крыша сливного канала. Вот идут ниже здания, стены уходят туда. Вот, коробки прям. А это, вон там, там пустота внутри. Ну, хорошо, а там текла река, а это была дорога. То есть люди шли, а с луны была канализация. Ну, это такое вот, здесь, ваня сейчас летели, везде, везде, ваня. Ну, что, ваня, по-другому, потому что, везде, 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 везде. А там вообще пусто, кстати. Да, да, да. Ну, вот видишь, у тебя ничего не занесено, никаких нет. Сверху осадочного ничего нет. И стены плинфой выложены, прости. Стены плинфой выложены. Не блоками вот этими, а плинфой. Ну, с облада, может быть, не размывало из них, как века делали. Плинфа, она же, как у тебя... Более устойчивая. Более устойчивая, так. Рома, инструменты нашел обещанный? В 30 километрах? Да, есть гранитные выходы. Гранитные? Ну, да, почему нет? А мы не видели пока гранитных здесь. Ну, этот район всегда славился тем, что здесь производили мрамор. Мрамор, да. Ну, то есть, вот эти блоки пилили. Ну, как у нас на Урале тоже там. В Челябинск, например, забывали. Уверяют нас, что это храм не ухея. Да, вон, действительно, мы видим... Смотри, ниже гигантских блоков вот этих огромных, там даже плинфа лежит слоем. Ну, вон, с краю. И мусора. А ты по каким признакам считаешь, что это фонтан? Вот, там видно каскад мраморный. Ага. Ну, с таким, как бы, наплывом сверху, чтобы вода стекала. Ну, вот здесь тоже не темп, не где я нахожусь. А вон, видите, смотрите. Видно, что... Ну, ты же видел, такая же стена точно у амфитеатра. С аркой. Ты же видел, что это ничего не собрано. Да, нет, нижняя часть не собрана. Да, но здесь вот 5 метров точно оригинально. Верхняя, да. А там, действительно, смотри, прям мелкие камни, забутовка. Тебе, Беря, сейчас, вот, видишь, это видно, что фундамент. Вот здесь очень хорошо, можно теперь не путать, что это не эти делали, как ты говоришь, Бармалеи, а люди те и делали. Вырыли канаву, напихали туда бута, засыпали. Потом могли откопать ее, облицевать даже сверху. Ну, это все равно, это фундамент. Там плинфа, там прослойка, ну, чтобы не размывала, чтобы вода как-то все равно... Налоги, наверное, это вот со строителем можно поговорить, почему они используют, когда фундамент отливают у домов, обязательно еще пояс делают из кирпича. Зачем он нужен? Они скажут, так, грение делали. Давай. Вот это как раз водосток, который сделан искусственно, то есть как будто облит цементом. То есть сверху проходит желоб, по которому текла эта термальная вода. Она и осаждала вот этот травертин здесь искусственно. То есть сам желоб сделан из бута, из различных камней. Вот, и человек, ну, видимо, глиной какой-то вначале сверху промазал, а потом все равно вода вытекала, и она так цементировала этот пуд. И это вот, по сути, на века и искусственно, но с применением только природного материала. Наука пока и никакой лжи нет. Ничего страшного. Здесь не три метра. А вот у тебя могло быть этот кросс, а ты один кросс. Да, поэтому это не канал мог быть, понимаешь? Чтоб вода стекала здесь именно. Ага. То есть это гидросооружение какое-то? Ну, да, вот. Ну, конечно, его засыпят на три метра. Шесть метров только. Не, ну не шесть, где здесь шесть. Есть шесть. Ну, вот оттуда видно хорошо. Хочешь, отойди, посмотри. Вот я метр восемь с почти. У вас же был измеритель, вы можете померить. У тебя с собой? Да. Можно, мол, в случае, это канал, понимаешь? Это канал. Канал может быть и два. Подожди, Ром, а вот это разве не верхнее отложение? Вон там. Вот корка идет. Такая же точно, как шла в этом. Да, да. Я говорю, поэтому мы просто вырезали здесь, чтобы сток был. Здесь, это же система... Но корка примыкает к зданию. Ну и что, это же травертин. Он же образуется у тебя даже сейчас. А почему он не мог в колосе образоваться? В каком колосе? Ну вот, где мы были утром... Источник. Он же должен откуда-то сесть. Но он же такой же, там, такая же точно корка, один в один. Клощадь, видишь, там где, чтобы текло? Если бы оно текло, ты бы видел, что оно текло где-то. Ну, не знаю. Кломат, для того, чтобы там был такой родник, который... Вот отсюда до него. Четыре, ладно. Четыре метра, да, никак не мешает. Поворотно. То есть, оттуда до низа пять. Но не факт, что это низ. Но здесь могла быть лестница еще. Вот опять видим греческие надписи на уровне... Здесь был Вася. Нанесены в здании театра. Якобы. Якобы это здание театра. Хотя на театр это, похоже, конечно, меньше всего. Какое-то сильное разрушение по уровню идет. Слушайте, а чем вызвано такое разрушение камня вот ниже этого уровня? Видишь, идет по километрам. Такие эмблемы говорят, что это тартария такие, у скифов такие были еще. Видишь, он изображен на щите. Это грифон. Это грифон. Это грифон или... Это точный грифон прям. Не сфинкс? Нет, нет, нет. Это грифон. Ну, наверное, да. Вон, это крылья наверх идут. Они так и изображались. Крылья, хвост, тело льва. Тело льва, голова, тёрпу. Ну, вот. Вот здесь разрушено все. Прям изъедено эрозией наглухо. Сверху идет граница по всему периметру. И все целое. И уходят какие-то трубообразные желоба внутрь кровли. Вот туда. Но если эти были как люди... Ну, попольше. А, нет, вон, смотри, там ника какая-то сверху еще летит, да? Да, с колосиной. Здесь-то человек какой-то. Колесница с грифонами. То есть, они как... Вот он замахивается, возможно, на него, да? С луком. Он лезет. А, холчан лезет. Холчан хочет убить его. Война гигантов и богов. Вот как это называется. Махабхара-то. Там такие же барелев, в принципе. Там англичане придумали. О, а вот смотри, здоровые люди и маленькая женщина взрослая. И вон ребеночек еще. Вот он, отломанный вообще. Ребеночек у нее на руках. Да, да, да. Но его видно все равно. Вот у него одна рука там пошла. Вот у нее лежит, видишь? Да, да. На руках. Она его держит снизу? Ребеночек у этого ребенка. Верхняя говорит, средняя, прожавка. Да, да, да. Сейчас готовлю. А все написано, Аполлон. Да, сука, Аполлона. Да буду. А, рождение Аполлона. Это Гера, значит, наверху. Да, ну... А, Аполлон сын богов. Правильно. Есть? Тогда нам прошло бы с кошек таких, с такими плыками. Вот опять видим дырочки, недоделанные барельефа. Здесь. Здесь. В чем причина недоделки барельефов? Как ты думаешь, Ром? Банально не успевали. И так и поставили наверх здание? Или... Ну, конечно, да. Может быть, они их и дырочками делали, чтобы снизу смотрелось как четче. А здесь, как вот эти дырки, они еще как, знаешь, кислотой, когда травят. Вот рисунок примерно такой же получается. Я травил в детстве кальцит и мравор тоже. Вот когда плавится, вот такой вот получается. Вот тоже торчат из грунта. Ну, конечно. Как и все. Совершенно нераскопанная пока. Интересно заглянуть в эту дырочку. Углык. Ну, ничего сверхудивительного. Кроме вот этого бетонного блока. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь очень красиво, конечно, слепит так, что вырви глаз. Я утратил свои очки, и теперь мне приходится ходить здесь с едва открытыми глазами. Помог коллег. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нашел место, куда вход запрещен, типа ведутся археологические работы. Хочу показать уровень, вот от того уровня, который вот этот. Там дальше еще 3 метра, и стены все уходят в землю. Все уходят в землю, никакого пола не видно там. Арки заложены плинфой в конце. Их тоже раскапывают. Где там? Вот. Все стены в землю. Арка, естественно, минимум под человеческий рост. То есть от уровня, где я стою, где-то 3-4 метра до вот того пола дальнего. А стою я вот где. И здесь, конечно, очень приятно стоять. Вах-вах-вах. Интересный вот вопрос Роман поставил. Почему? Вот мы видим сейчас современный уровень, да, идет. И вот здесь типа археологические раскопки, вскрытые пласты. Почему ниже массивных блоков идет какая-то ерунда и слой плинфы даже в конце? Вот здесь вот идет слой плинфы. Конечно, да, здесь следы восстановления археологами, но тем не менее. Какая причина, на ваш взгляд? Первые раскопки в Айраполе производились, начиная с 1887 года. Современный этап исследований начался в 1957 году и продолжается в настоящее время. На старинных гравюрах и фотографиях можно хорошо рассмотреть руины древнего Айраполя. Как вы хорошо видите, в них нет никакой плинфы, ничего не сложено из обломков и бетона, только огромные многотонные блоки, выпиленные, как вы уже, я надеюсь, поняли, из абсолютно натурального камня. Давайте сравним гравюру 1838 года с фотографией 1958. Сразу же можно отметить высокую достоверность нарисованного изображения. Хоть и качество оставляет желать лучшего, мы видим, что четко совпадают все детали кладки стены. Здесь видно, что за 120 лет прибавилось около 60-70 сантиметров к уровню земли. Странно то, что художник, который столь точно передавал все детали, изобразил ступени амфитеатра свободными от какого-либо грунта. А на фотографиях с начала раскопок эти ступени едва видны. То есть, за 500 лет, официально прошедших с окончательной гибели города, на них ничего не образовалось. Зато внутри, как мы видим, сегодня раскопано около 7 метров. Похоже, как будто сначала огромная территория была покрыта толстым слоем земли, а после этого все еще и присыпала грунтом сверху. А что здесь увидели вы? Согласны ли вы с моей точки зрения или видите что-то другое? Пишите об этом в комментариях и не забывайте ставить лайк, если вам понравилось. В следующем выпуске мы будем здесь же бродить по крупнейшему в Турции некрополю, усыпанному самыми разнообразными каменными саркофагами. А также найдем и покажем остатки второго амфитеатра, куда кроме кос не доходит никто вообще. Обнаружим неотмеченный ни на одной карте роскошный водоканал, уставленный когда-то резными каменными колоннами. Подпишись на канал и поставь колокольчик, чтобы это не пропустить. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!